коллеги доброе утро мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре доброе утро доброе утро да прежде всего у нас маленький саундчек слышите ли вы нас пожалуйста поставьте если вы нас слышите пожалуйста поставьте плюсики о пардон плюсики во вкладку questions до нас слышат все хорошо на случай если вы нас не слышите пожалуйста коллеги переподключитесь но мы будем вас периодически спрашивать если звук так вопросы вопросы у нас будет содержательная часть и после каждой содержательной части пожалуйста задавайте свои вопросы в ту же кладку вкладку questions мы будем на них отвечать запись нашего вебинара будет чуть позже мы вам сделаем рассылку со ссылкой на нашу запись сегодня наш вебинар обзорный по возможностям сервиса bitrix 24 приведем его вдвоем я олег строкатый руководителя дела тестирования и катя шинкова продукт менеджер катя доброе утро доброе утро всем вам еще раз но кратко наверное о том что такое сервис битрикс 24 подозреваю коллеги что большая часть из вас уже слышала либо начали с ним работать ну несколько слов наверное концепции сервиса для чего он создан и почему традиционно мы говорим этот текст сейчас все ускоряется особенно сейчас сейчас еще все больше ускоряется растет скорость интернета объема памяти на флешках дисках но мы привыкли использовать несколько устройств ноутбуки что используешь телефон да ну и в такой гонке в общем-то эффективность бизнеса личная эффективность зависит от скорости принятия решений самое главное для нас это то что bitrix 24 это комплекс всех инструментов для организации работы компании то есть это единая система в которой у нас есть и соцсеть компании и задачи и чаты и документы и календари почта crm телефония управление персоналом мобильные приложения десктопные приложения то есть этот именно целый комплекс инструментов для организации работы в вашей компании спасибо как спасибо за определение давай наверно мы с тобой чего-нибудь уже покажем как работать с нашим порталом и так допустим коллеги вы зарегистрировали наш портал прежде всего мы с вами пойдем его настройки кать где наши настройки и так у нас в левом меню есть такой раздел настройки настройки портала здесь вы можете подготовить свой портал для работы указать название вашей компании обратите внимание что название будет продублирована здесь так как название компании может быть длинная то во второй строке название компании в логотипе вы можете указать какое-то сокращенное название которое поместится здесь вот в левом углу здесь же можно выполнить и другие настройки например задать название кнопки мне нравится, задать e-mail администратора, часовое время, рабочий график вашей компании, выходные и праздничные дни, ну и много других настроек. Здесь же у нас задаются параметры безопасности, можно включить двухэтапную авторизацию для своих сотрудников. И такой важный блок по сервису называется. Здесь вы можете отключить инструменты, которые не требуются в вашей работе. Или, например, по мере внедрения в битрикс24 вашу компанию, вы можете постепенно включать новые инструменты. Например, если вы не работаете с CRM, можно здесь убрать галочку, таким образом CRM будет отключена и в меню, собственно, ваши сотрудники не будут ее видеть. Да, но потом, как только вдруг вам потребуется, вы просто галочку включаете и функционал у вас легко появляется. Также ниже для тех, кто озабочен особо безопасности, мы добавили возможность входа ограничения по IP. Вы просто добавляете диапазон IP, но сейчас мы это показывать не будем, потому что будем работать дальше. И, например, сотрудники смогут заходить на порталы только с вашего, с IP-адреса вашего офиса. Мы это у себя используем, удобно. Ну, также внизу Катя сказала, про логотип сказала? Нет, еще пока не сказала. Ну, давай скажи. Ну, также здесь вы можете загрузить свой логотип компании, который также будет отображаться вверху, вот в шапке вашего портала. Мы его сейчас не используем, поэтому не будем. Дальше. Как только мы настроили наш портал элементарно, мы начинаем добавлять, либо настраивать структуру нашей компании, то есть переносить ее в портал. Что это такое, Катя, визуальная структура? Что это такое? Визуальная структура – это структура вашей компании, то есть у вас наверняка есть отделы, в которых есть свои руководители, есть свои сотрудники, и все это вы можете отобразить на структуре компании. Конечно, когда новый портал, то структура у вас пустая, у вас еще нет отделов, нет сотрудников, и в этом разделе вы можете сразу пригласить нового сотрудника. Здесь у нас есть кнопочка, например, пригласить по имейлу, сразу определить, в какой отдел вы хотите пригласить, в каких группах должен участвовать новый сотрудник, и приглашать новых сотрудников. Здесь же вы можете добавить новые отделы, указать подчинение для того, чтобы построить структуру. Давай создадим какой-нибудь отдел и перетащим его, покажем, что у нас он удобно таскается. Коллеги, обращаю ваше внимание, что это не просто визуальное представление вашей структуры, все, что вы здесь делаете, перетаскиваете либо добавляете сотрудников, влияет непосредственно на дальнейший функционал. То есть сейчас мы бухгалтерию под отделом информационного технологического отдела, и руководители бухгалтерии будут подчиняться у нас руководителю IT-отдела. Да, причем обратите внимание, что сотрудников вы можете так же легко просто перемещать, делать его либо сотрудником отдела, либо назначить его сразу руководителем. Если ваш сотрудник участвует сразу в нескольких отделах, то его можно также перетаскивать с зажатой клавишей. На маках это Command, да? Ну ладно, не будем об этом, да. Пойдем дальше. Про структуру мы с тобой рассказали, давай посмотрим на список сотрудников. Так, у нас также в разделе компания есть раздел сотрудники. Мы мало о нем говорим, но давай сейчас расскажем, что это такое. Иногда нас спрашивают. Да, ну я думаю, что это тоже важная страничка, так как здесь вы можете увидеть всех сотрудников компании, то есть это внутренние сотрудники, посмотреть список уволенных сотрудников, но у нас их пока нет, посмотреть список внешних пользователей, то есть Extranet, и также посмотреть список приглашенных, то есть вы кого-то пригласили, но сотрудник еще не принял приглашение, то есть не зарегистрировался. Также из этого списка, обращу ваше внимание, коллеги, можно подключить, выгрузить всех ваших сотрудников в Outlook, либо экспортировать в Excel, либо подключить на свой iPhone через протокол CalDAV. Так, ну вопрос у нас, Катя, есть один. По этому блоку мы пока что закончили, давай ответим. Павел нас спрашивает, как отключить и где можно отключить уведомления о двухфакторной авторизации? Ну, после последнего обновления мы специально добавили выдачу дополнительных трех всплывающих окон, да? Да, но обратите внимание, что окна эти всплывают только администратору, то есть мы вас уведомляем о том, что появилась такая опция, что вы можете обезопасить вход в свой Bitrix24. Ваши сотрудники будут видеть такие же окна, только если администратор вот здесь в настройках портала подключит эту опцию для всех сотрудников. Вот она так и называется, что требует подключения у всех сотрудников. Соответственно, пока вы не подключили, то уведомление будет приходить только администратору. Уведомление приходит в течение трех дней, после чего, если вы не захотели подключать двухэтапную авторизацию, уведомление больше не будет. Да, хорошо. Ну ладно, пока что вопросов у нас нет, они, надеюсь, еще появятся. Давай дальше. Мы настроили наш портал. Первое, что встречает вашего сотрудника после того, как он войдет на портал, это будет живая лента. Наша живая лента – это такой локальный фейсбук, фейсбук в офисе, да? Но рабочий, конечно же, да. Ну, Кать, давай покажем возможности нашей живой ленты. Ну, первое, что хочется сделать, это, конечно, написать сообщение. Даже вот как администратор только зарегистрировал портал, пригласил сотрудников, наверняка хочется рассказать о том, что мы будем делать здесь, чем мы будем заниматься, какие возможности есть, и в первую очередь хочется написать сообщение. Это у нас как раз первая опция. Здесь вы можете создать сообщение. Например, «Привет всем». Обсудим повышение цен. Это сейчас очень актуально. Обсудим повышение цен. Здесь вы можете сразу выбрать, кому вы хотите адресовать это сообщение. Например, пусть у нас по умолчанию стоит всем сотрудникам. Отправляем. В живой ленте у нас появляется сообщение, которое получат все сотрудники. Сообщение это можно... Олег уже у нас добавил комментарий. То есть все сотрудники, все получатели могут сразу комментировать это сообщение, могут лайкать. Ну, то есть говорить, что «Да, мне нравится». Да. Мне нравится. Это, кстати, коллеги, это очень удобный способ обратной связи. Мы даже добавили его в наш чат, и мы об этом позже расскажем. Замечательный инструмент. Да, такой эмоциональный инструмент, который дает возможность выразить свое согласие, либо просто сказать, что «Да, тебе понравилось это событие». Либо что «Да, я прочитал». Так, давай, да. Что еще у нас здесь есть? Ты показала, как можно прикреплять картинку? Нет, не показала. Покажи, пожалуйста. Не показала. Картинку можно прикреплять прямо в пост. У нас есть такая иконка «Загрузить файл». Причем файл вы можете выбрать просто со своего компьютера, найти его на своем диске «Битрикс24». Либо, если это документ, то его можно создать прямо в живой ленте, и он сразу прикрепится к вашему сообщению. Ну, давайте попробуем загрузить. Выберем картинку. Например, так как картинка у нас почему-то не загрузилась. Давайте попробуем еще раз. Не хочет загружаться у нас картинка. Ладно, мы можем попробовать сделать это позже, да. Да, нет, цитаты. Да, причем вы можете вставить его с помощью иконки. Нажав ее. Либо вы можете прямо в тексте набрать символ «плюс» и сразу выбрать, опять же, сотрудника, либо начать набирать его имя. Либо вы можете воспользоваться символом «собака», что также позволит сразу выбрать человека и именно поставить на него меншин. Да, хорошо. Кать, а вот вопрос спрашивает, а можно ли создать какое-то такое сообщение, чтобы его обязательно увидели все? И мы как-то, чтобы дать автору понять, что это сообщение прочитали точно все. Да, есть у нас такой инструмент. Называется он «Важные сообщения». Вот здесь вот у нас есть раздел «Еще». Важное сообщение. Визуально это такое же сообщение в живой ленте. Вы также задаете название сообщения, пишете какой-то текст. Просто напишем «Тест». Здесь вы также выбираете, кому из сотрудников обязательно нужно ознакомиться с этим сообщением. Ну давай строкаты ознакомим. Давай попробуем его ознакомить. Олег, строкаты выбираем. Можно убрать всех сотрудников. Ну и давай еще отдел продаж добавим. Что это одного меняшиня? Ну давай, давай мы отдел. Отдел продаж. И отправляем сообщение. Я, конечно же, в свою очередь получаю уведомление о том, что мне отправлено сообщение. Я у себя вижу вот такое же сообщение, как у Кати, с кнопочкой «Прочитано». Сейчас я его нажимаю. Катя получит уведомление о том, что я это сообщение прочитал. И в живой ленте появится, сколько пользователей уже прочитали. В данном случае это один пользователь, то есть Олег строкатый. Здесь как раз у нас есть. Например, вот важного сообщения. Я вижу это сообщение не только в живой ленте, причем оно здесь тоже выделено цветом, да, привлекает, что это важное. Но также я буду видеть блок «Важные сообщения» вот здесь вот справа. Он будет увисеть у меня до тех пор, пока я не нажму «Прочитано». Если таких сообщений несколько, то я могу здесь их листать и ознакомиться со всеми. Когда я нажму «Прочитано», значит, что я ознакомилась. Сообщение уходит из этого блока. Да, замечательно. Давай еще покажем такой инструмент, как опросы. Мы у себя на портале, на рабочем, очень часто им пользуемся. Вот последний, наверное, был опрос, как раз-таки про повышение цен. Повышаем или нет? Давай создадим такой пример. То есть, коллеги, если вам нужно устроить какой-то опрос, опять-таки, в нашем примере про повышение цен, мы просто создаем опрос, указываем вопросы. Вопросы, 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 вопросы. Повышаем цену или нет? Или нет. Да, нет, не знаю. Делаем варианты ответов. Да, не знаю. Тут будет «не знаю». Хорошо, да. И отправляем наше сообщение всем сотрудникам. Можно здесь также выставить… Да, разрешить несколько ответов или нет, но мы не будем этого делать, все-таки нам нужен конкретный ответ. И отправляем. Отправляем. После этого у нас… Мне указали текст. Совершенно верно. Ну, давай. Давайте обсудим повышение цен. Да, после этого мы обычно требуем, чтобы свою точку зрения коллеги обосновали, то есть, обосновали ее в комментариях, не просто проголосовали, а еще указали, собственно, почему мы повышаем цены. Это я сейчас сделаю. Я сейчас проголосовал и напишу что-нибудь в комментарии. Так мы обычно работаем. Я получаю уведомление о том, что Олег Старкат и участвовал в опросе. И я обосновал свою точку зрения. Так работают у нас опросы. Еще один удобный инструмент – это благодарность. Бывает так, что нужно как-то выразить благодарность сотруднику. Мы у себя на портале часто этим пользуемся. Если вы генеральный директор, вы, наверное, обычно выражаете благодарность премии, либо рукопожатием, либо еще как-то. А здесь можно выразить благодарность с помощью медальки. Кать, давай покажем. Это очень отличный психологический метод такой благодарности. Да, очень приятно получать благодарность. Мы у себя… Особенно, когда это видят все сотрудники, что вот этому сотруднику благодарны за то-то, за это. Когда мы проводим хороший вебинар с хорошей посещаемостью, нам выражают благодарность. Это чертовски приятно. Что мы делаем? Пишем тему, пишем сообщение, указываем какую-нибудь, указываем награждаемого сотрудника. Да, кто награждается, мы указываем здесь. Давай Юрку Волошину. Давай Юру Волошину. Он сейчас у нас, да. И выберем какую-нибудь медальку, да? У нас есть разные медальки. Ну, сердечко не будем. Да, звездочку ему подарим. Звездочку. Звездочку ему подарим. Здесь вы также выбираете, кому адресовать это сообщение, то есть кто будет видеть эту благодарность. И отправляем. В живой ленте также появляется новое сообщение. Все сотрудники будут видеть, что мы поблагодарили Волошину за отличный вебинар. Да, и, конечно же, все это сообщение могут комментировать. Вот, Олег Старакатый как раз пишет нам в комментарии. Катя получает об этом уведомление. Все довольны, все рады. Бывает так, что... Вот у нас, например, на работе, у нас живая лента очень активная, поэтому записей в день очень много. Как мы отслеживаем или находим то, что нам необходимо? Дима, у нас есть фильтр. Есть фильтр. Ну, во-первых, мы можем здесь сразу же отследить, отфильтровать записи по каким-то конкретным событиям. Например, дела. Это значит, что будут только задачи и только рабочие отчеты. И избранное. Кстати, мы не сказали про избранное. Если какой-то пост вам важен, вы можете нажать вот здесь и добавить в избранное для того, чтобы позднее вернуться к нему, ознакомиться детальнее, либо просто запомнить для себя, то есть какая-то важная информация. И в фильтре как раз вы сможете с помощью пункта «Избранное» перейти ко всем событиям, которые были отмечены. Пункт «Мое» — это все ваши сообщения, которые вы создавали в живой ленте. Важное — это отфильтровать все важные сообщения. И еще здесь есть гибкий фильтр, который позволит вам найти какое-то конкретное сообщение. Например, вы знаете, что точно писал его там Олег Стракат, и вы можете здесь указать автора. И, например, если он писал его вам, то сразу выбрать адресат. Либо, например, группу, если сообщение было опубликовано в группе. Да. И еще один важный и интересный инструмент — это умное слежение. Опять-таки это очень подойдет, если у вас очень активная живая лента. У нас в компании больше ста сотрудников, у нас все пишут, кто-то загружает фотографии, кто-то обсуждает рабочие вопросы, кто-то просто делится какими-то сообщениями. И бывает так, что отследить нужную информацию сложновато. Поэтому есть такой инструмент, как умное слежение. Если вы его включите, в живой ленте у вас будут всплывать только те сообщения, в которых указаны вы непосредственно как получательный, либо упомянутый. Да, да, все верно. Для руководителей прекрасный инструмент. Но сейчас мы его показывать не будем. Ну, с живой лентой у нас вроде бы как все. У нас есть парочка вопросов. Ответишь-ка, да? Да, конечно. Иван нас спрашивает, почему нельзя редактировать сообщения в живой ленте. Иван, редактировать их можно, если вы являетесь автором. Кать, давай покажем. Да, у нас вот здесь есть карандашик, во-первых, вы можете по нему редактировать, либо с помощью пункта «Еще» можно также выбрать «Редактировать». То есть, Иван, можно. Если у вас все-таки нельзя, даже если вы являетесь автором, ну, наверное, я вам рекомендую обратиться в техподдержку, потому что у нас это работает. Ирина у нас спрашивает, как переименовать отделы. Ирина, очень просто через визуальную структуру. Катя, давай я покажем. Так, давайте вернемся в структуру компании. Здесь у нас также есть иконка «Редактировать подразделение». Мы его нажимаем, и здесь у нас есть название подразделения. Отдел особых продаж. Давай видим «Особых продаж». Сохраняем. Сразу же переименовывается отдел. То есть, вот так просто в пару кликов можно переименовать. Да, здесь нас еще Тимофей спрашивает про телефонию, но, Тимофей, мы чуть позже на этом остановимся и постараемся ответить на ваш вопрос. Следующий инструмент, на котором бы нам хотелось остановиться, на котором мы остановимся, это задачи. Что такое задачи? Коллеги, когда я, когда не было BITREX 24, когда не было нашего удобного инструмента добавления задач, как я работал? У меня в подчинении 5 сотрудников. У каждого сотрудника по 10 задач в день, потому что работы у нас много. А выходит, в итоге у меня 50 задач в день. И мне их все нужно отслеживать. Я в один момент несколько раз пришел к тому, что я потерял контроль за выполнением этих задач. Кто-то перестал за ними следить, кто-то не справляется, кому-то нужна помощь. Ну и я вынужден все это контролировать. Здесь сейчас появился удобный инструмент задачи. Что это такое? Задача. Как раз инструмент для того, чтобы эффективно организовать работу с задачами для своих сотрудников. Ну и, естественно, для себя. Да, для себя, конечно. В первую очередь давайте как раз начнем с сценария, когда ставим задачу именно себе. То есть такой список дел на сегодня или вообще там на будущее по работе. У нас есть кнопочка «Добавить задачу». Сразу открывается нам краткая форма, без деталей. Например, поставим себе задачу «Провести вебинар». Вы вводите название задачи. Ответственным по умолчанию сразу становитесь вы. Можно указать крайний срок. Например, если мне нужно выполнить задачу до завтра, я указываю крайний срок. И ставлю себе задачку. Она сразу у меня появляется в списке моих задач. Мои задачи – это значит задачи, которые я делаю. Вот здесь у нас сверху роли. И здесь я сразу вижу там крайние сроки. Кто постановщик, могу добавить какие-то еще свои поля, если они необходимы. Это что касается списка задач для себя. Но, конечно, чаще всего руководители работают с задачами, то есть они ставят их своим сотрудникам. Для того, чтобы поставить задачу сотруднику, у нас также добавляем задачу, можно переключиться на подробную форму, так как здесь, скорее всего, потребуются какие-то детали. Так, назовем задачку мы как? Подготовить план повышения цен. Все у нас о ценах. Подготовить план повышения цен. Ну, давай сделаем ответственного строка. Давайте поставим Олегу задачу. Здесь, например, если задача сложная и потребуется несколько сотрудников, вы сразу можете выбрать соисполнителей, то есть кто будет помогать Олегу выполнять эту задачу. Например, поставим Юру Волошина. Да, мы вместе с ней будем разрабатывать стратегию и план повышения цен. Представим Кате позже отчет об этом. Крайний срок у нас, естественно, когда? Сегодня или вчера? Ну, я думаю, мы дадим вам недельку. Выберем крайний срок. Здесь вы можете... Недельку-то, ну, хорошо. У нас автоматически стоят галочки «Принять работу после завершения». То есть после того, как Олег с Юрой завершат задачу, я получу уведомление, смогу проверить выполнение этой задачи и принять ее или отправить им на доработку. Можно ввести описание задачи, то есть подробно описать, что нужно сделать. Есть еще тут такая очень удобная опция – это чек-лист. То есть когда задача какая-то большая, объемная, то хочется выделить ее на какие-то пункты, которые можно поочередно решать, чтобы достигнуть цели, то есть достигнуть завершения задачи. Чек-лист у нас формируется просто. То есть вы будете, например, сделать, анализировать рынок. Добавляем, у нас автоматически добавляется чек-лист с пунктом 1. Что у нас еще там? Подготовить план. Ну и так далее. И так далее, да. Таким образом строится чек-лист, который будут видеть ответственные, соисполнители, то есть все участники задачи. Да, спасибо, Катя. Так, что у нас еще есть? А вот скажи, пожалуйста, у нас, я знаю, есть инструмент, когда нам нужно сделать какую-то повторяющуюся задачу. Вот, например, у нас Наташа Грихина, наш руководитель направления всего BITX24, каждую неделю Сергею дает отчет о том, сколько было регистрации, что там у нас по продажам и так далее. Давай покажем, как создать повторяющуюся задачу. Мы, опять же, создаем новую задачу. Переходим в подробную форму. И здесь у нас есть раздел «Дополнительно». Так, сейчас у нас откроется создание задачи. Брюки превращаются, Катя. Превращаются брюки. Давай еще раз пойдем в форму создания задачи. Мы сейчас с тобой создаем задачу по шаблону, да? Мы сейчас, да, создадим новую задачу, которой зададим параметры повторения. У нас вот есть раздел «Дополнительно», где, во-первых, мы можем выбрать, кто будет наблюдать за задачей, и также можем активировать опцию «Повторять задачу». Повторять задачу можно каждый день, каждую неделю, месяц или год. Ну, вот как сценарий с Наташей, у нас будет задача повторяться каждую неделю, например, по понедельнику. Мы поставили повторяемость, здесь мы зададим название и ставим задачку. Если вам потом потребуется изменить какие-то параметры такой задачи, то есть шаблона, то вот здесь вот у нас есть список всех шаблонов, которые вы создавали. Список всех шаблонов. Вот мы создали только что задачку, здесь я могу зайти и отредактировать его. Ой, я сейчас увидел как раз в задаче, что можно выставлять оценки, да? Это еще один такой мотивационный элемент. Да. Да, дача обратной связи. Когда у меня сотрудники, я закрываю задачу, проверяю, что задача, да, выполнена, но ставлю, скажем, без оценки, либо ставлю отрицательную оценку, они меня всегда спрашивают, а что какая оценка? Почему без оценки? Ну, я говорю, ну, иди подумай еще, наверное, задача могла быть выполнена еще лучше. Да, то есть руководители вот здесь вот вы можете оценить, поставить либо положительную, либо отрицательную оценку по задаче. Да, то есть всего у нас три оценки. Так, хорошо, Кать, а что у нас еще есть? У нас есть еще с тобой счетчики. Вот я вижу циферка 1 красная. Что это значит? Счетчики позволяют нам видеть о том, что есть какие-то задачи, которые требуют нашего внимания. В первую очередь это, конечно, задачи, которые просрочены по срокам. Например, крайний срок уже закончился, а ты задачку еще не решил. Также в эти счетчики попадают задачи без крайнего срока. Например, как сейчас, да, у меня говорит счетчик 1, и показано, что есть одна задача без крайнего срока. То есть, если говорить в общем, то это счетчики, которые говорят нам о том, что есть задачи, которые требуют от меня какой-то реакции, да? Да, да. Подсказывают тебе о том, что вот обрати на меня внимание. Да, хорошо, понял. А давай пробежимся вот по пунктам меню. Давай. Первое, это у нас делаю, то есть это список ваших задач, которые вы выполняете вы. Второй пункт, это помогаю. Это задачи, в которых вы являетесь соисполнителем, как раз, как мы показывали. Здесь у нас пока нет. Поручил. Это задачи, которые вы поставили своим сотрудникам, то есть вы поручили их. Наблюдаю. Это задачи, в которых вы состоите как наблюдатель, то есть вас привлекли для того, чтобы вы не решали задачу, но следили за процессом ее выполнения. Все, это, соответственно, список всех задач. Есть у нас еще вот такие разделы, как проекты. Да, наверное, стоит сказать о том, что такое вообще проекты в нашем понимании, да, коллеги? Проекты – это рабочие группы. Вот мы сейчас покажем их здесь. Вот давай, ты сейчас не состоишь ни в одной группе. То есть, например, если у вас есть какой-то, скажем, проект, да, если вы там веб-студии, создание какого-то сайта, то можно сотрудников пригласить в отдельный проект, то есть в отдельную группу и уже общаться в рамках этой группы. Ну вот у нас здесь группа «Отдых» есть. В этой группе можно также создавать задачи. Катя у нас не вступила в группу. Да, группа может быть как видимая, так и закрытая от всех. Туда можно входить только, например, по приглашению, по особому приглашению. И таким образом также можно создавать задачи, привязанные только конкретно к этой группе. Так, хорошо, про группы мы с тобой рассказали. Еще есть у нас такой пункт, как «руковожу». Обращаю ваше внимание, коллеги, если вы являетесь руководителем какого-то подразделения, то это еще один удобный инструмент для того, чтобы отслеживать занятость ваших сотрудников. То есть в данном случае мы видим что? Мы как раз видим здесь, кстати, не только количество задач, которые выполняет сотрудник, но также и видим сразу счетчики, которые говорят нам о том, что у сотрудника есть задачи, которые требуют от него какой-то реакции. Ну и полностью эта страничка позволит вам видеть именно, да, как сказал Олег, загруженность сотрудника. То есть вы видите, сколько задач он делает, в каких задачах он помогает, сколько задач он поручил, где он является наблюдателем. То есть такая общая картина, общий отчет по задачам сотрудников именно вашего отдела. Таким образом, коллеги, резюмирую, я хочу лично вам рекомендовать использовать инструмент задачи. Ничего не потеряется, просто каждый день заходите, проверяете задачи, что по ним происходит. Кстати, мы показали, что в задачах можно общаться. Комментировать? Да, комментировать. Давай покажем, что в этих задачах также можно комментировать, оставлять комментарии, добавлять файлы, то есть вести общение непосредственно по этой задаче. Вот у нас здесь есть комментарии, то есть мы также комментируем, там хорошо все выполнил, отправляем. Если, например, задача длинная, требуются какие-то файлы прикладывать, документы, которые вы выполняете, то здесь также в комментарии можно прикреплять эти файлы, документы. Да, еще хочу обратить ваше внимание на такую вкладку, как «История изменений». Например, как раз-таки у вас задача идет очень долго, вы хотите посмотреть, что с ней происходило, когда менялся крайний срок. Давайте посмотрим, например, изменим крайний срок. Если не ошибаюсь, у нас эти данные должны занестись в историю изменений. Совершенно верно. Вот наша история изменений появилась. Также здесь будут отображаться записи о том, когда добавлен комментарий о том. Да, ну то есть практически все изменения, которые ведутся по задаче, например, я добавляю все исполнители или наблюдатели, это все будет отображено в истории изменений. Да, функционал задач у нас большой и богатый, о нем можно еще рассказывать, но, наверное, мы уже прервемся и поосвечаем на вопросы. Да, Катя? Да, давай, конечно. Давай, вот нас Тимофей спрашивает, можно ли с администраторского аккаунта поставить задачу от имени другого сотрудника? Поставить задачу от имени другого сотрудника можно. Ну давай покажем. Создаем новую задачу. Если не ошибаюсь, это можно сделать в подробной форме. Да, все верно. Переключаемся в подробную форму. И здесь у нас есть такое поле постановщик. Вы здесь можете выбрать другого постановщика. Единственное ограничение, конечно, если вы выбираете постановщиком другого сотрудника, то ответственным автоматически будете выбраны вы. То есть так как я выбираю постановщика другого, значит, я задачу как бы ставлю от него на себя. Да, спасибо, Катя. Так, и тут нас просят говорить немножечко помедленнее. Наверное, мы куда-то с тобой торопимся. Хорошо, стараемся медленнее. Коллеги постараемся, спасибо, да. А будет ли, нас спрашивает Павел, будет ли возможность видеть из списка задач, сколько пунктов чек-листа выполнено из имеющихся? Катя, это, наверное, вопрос к тебе. Как продукт-менеджеру? Да, из списка задач у нас пока чек-листы, конечно, не видны. Но если вы зайдете в саму задачу, и там будут чек-листы, то вы будете видеть, какие из них уже выполнены. То есть выполняя чек-лист, вы просто ставите галочку о том, что он выполнен, он автоматически зачеркивается, показывая, что этот пункт уже выполнен. Да, Павел, спасибо за вопрос. Настя нас спрашивает, будем ли мы сегодня рассказывать про бизнес-процесс. Настя, мы сегодня рассказывать про этот модуль не будем, он очень обширный. Я рекомендую вам посмотреть предыдущие четыре вебинара, они шикарные, там много примеров. Если вы что-то не найдете, пожалуйста, напишите мне, я думаю, вы найдете мои контакты. Позже мы, может быть, еще их озвучим. Про бизнес-процессы мы сегодня рассказывать не будем. Так, руковожу, это для руководителя. Как его назначить? Давай покажем еще раз, как назначить руководителя. Давайте еще раз вернемся в структуру компании. Здесь у нас есть отделы, и есть сотрудники этих отделов, и руководитель. Как раз таки вот руководитель, который указан как руководитель конкретного отдела, будет в разделе руковожу видеть все задачи своих сотрудников. То есть, например, вот здесь Екатерина Шеленкова, я буду видеть задачи вот двух сотрудников, которые состоят в моем отделе. Да, Ирина, спасибо за вопрос. Еще у нас есть вопрос. Сейчас, секундочку, я далее ставлю. Вопросов, кстати, появилось уже многовато. Все по задачам? По задачам и по календарям, и уже и по телефонии. Чем отличается задача от быстрой задачи? Алексей нас спрашивает. Быстрая задача сделана для того, чтобы вот именно быстро ее зафиксировать. То есть, там нет детальных каких-то опций, там, поставить крайний срок, планирование сроков, то есть, поставить дату завершения, окончания, добавиться исполнителей. Быстрая задача – это для создания вашего быстрого какого-то-до-листа на день, где у вас требуется только название, то есть, вы знаете, что вам нужно подготовить отчет, провести презентацию. Вы можете с помощью быстрых задач набросать себе такой список дел. Да, спасибо. Алексей нас спрашивает, если мы добавляем файлы для согласования руководителю, например, там, жпеги, копии каких-то договоров, занимают ли они место на диске? Алексей, да, они занимают место на диске. Так, есть. Так, здесь уже пошли вопросы про CRM. Давайте чуть позже, мы доберемся на нее. Да, чуть позже. И здесь нас Ирина спрашивает, будем ли мы рассказывать сегодня про CRM. Да, в общем, обзорно мы расскажем сегодня и про CRM. Ирина, если есть желание, пожалуйста, дождитесь. Так, есть ли возможность ставить задачу из электронного письма? Нет, пока такой опции у нас нет. Да, нас спрашивали несколько раз уже, не знаю, будем ли мы вводить такой... Ну, мы думаем об этом на самом деле, как бы сценарий, идея интересная, поэтому рассматриваем такую возможность. Да, еще Тимофей нас спрашивает, слушай, очень активный Тимофей сегодня, Тимофей, спасибо за столько вопросов. Будет ли реализована возможность поддержки электронно-цифровой подписи? На моей памяти это уже второй или третий вопрос. Коллеги, мы рассматриваем, да, Катя, но вот пока что у нас таких четких планов, что точно да, будет. Да, пока такого, ну, то есть планы пока не стоит. Да, есть свои определенные сложности, коллеги, но мы рассматриваем. Пока что вот, наверное, вопрос будет нет, скорее всего. Так, коммерческие предложения. Еще один вопрос. После приглашения сотрудника, какая форма сохранения допуска нового сотрудника? Кто сохраняет пароль, и если он забыт, как восстановить? Что такое форма сохранения допуска нового сотрудника, я не совсем понимаю. Пожалуйста, Николай, уточните. А то, чтобы как восстановить пароль, это можно у нас сделать, если Катя захочет, она сейчас покажет, да. У нас в форме авторизации есть стандартная наша кнопка «Восстановить пароль». Но мы, наверное, сейчас не будем для экономии времени, мы сейчас делать это не будем. Это стандартный механизм, он стандартно работает. Как правило, сотрудник не может войти в форме авторизации, поэтому прямо там ему будет предложено именно восстановление пароля. Да, София нас спрашивает уже про календарь. София чуть-чуть позже мы про календарь будем рассказывать. Так, давай, наверное, уже продолжим дальше. Давай, я думаю, что дальше... Коллеги, вы, пожалуйста, еще пишите вопросы, мы на них ответим. Мы сейчас расскажем еще про один удобный инструмент организации вашего рабочего времени. Это календарь. Так, давайте мы здесь его отключим задачи. Что это такое? Это инструмент, который позволяет вам организовать ваше рабочее время. Как его используем мы? Ну, прежде всего, для организации каких-то встреч, совещаний. То есть, когда нам нужно обсудить опять-таки наш продукт, как мы будем его развивать, как мы будем дальше с ним работать. Как мы это делаем? Мы кликаем на какую-нибудь клеточку. Да, вас встречает сразу же после того, как вы заходите в раздел «Календарь», встречает сетка событий. Здесь ее можно переключаться по месяцам. То есть, интерфейс достаточно интуитивно понятен. Есть недельная сетка, есть дневная сетка. Но мы чаще почему-то пользуемся месячным представлением событий. Создаем события. Давай на совещание, да? Коллеги, и, пожалуйста, пока что я сейчас буду рассказывать про календарь. Я прошу вас поставить плюсики вот по какому вопросу. Используете ли вы сервис планерок, планерок и собраний? Стоит ли нам сегодня о нем рассказать? Если да, пожалуйста, плюсики поставьте. Мы это увидим и позже расскажем. Итак, мы создаем события. Идем в подробную форму. И я хочу показать, что... О, да, приготовить. Юра Волошин начинает нам готовить план повышения оценок. Спасибо, Юра. Так, мы говорим, что мы будем общаться не весь день, а только, скажем, с 10 часов. Да. Ну, давайте посмотрим. До 12. Юра нам подыгрывает. Да. В участниках я добавляю Катю Ширенкову. Ну, так как я здесь работаю от Кати Ширенкова, наверное, я добавлю строкатого Олега. Да, меня нашли. Дальше. Хочется обратить ваше внимание на планировщик событий. Что это такое? Как мы раньше вообще собирались на обсуждения какие-то? Мы пишем в скайп, либо пишем в почту, либо идем лично и говорим, ты сегодня можешь подойти в 12 часов? Давайте сегодня соберемся. И бывает так, что нужно нам обходить было человек 5-7. Сколько времени мы на это убивали, а кто-то там еще не мог, а кто-то там забывал. Да, у кого-то время пересекалось, то есть один может, другой не может, и идешь обратно к тому. Кому-то позвонил клиент, и теперь он уже не может. В планерках, в планировщике событий мы можем делать это быстро. Здесь отображается наша занятость. То есть в данном случае сейчас строкат Олег у нас свободен. Но если бы у меня было какое-то событие, здесь бы у меня стояло, что я с 12 до 13 занят. И наш бегунок бы засветился, он бы не дал поставить события. Да, красным цветом бы показался. Он бы, конечно, дал. Давай, слушай, я, наверное, все-таки сейчас создам какое-нибудь событие себе, чтобы коллеги наши увидели, как это выглядит в действительности. Так, вот я сейчас, коллеги, на другом компьютере создам себе события. Скажу, что я в это время уже занят. До 15 где-то. Да, до 15 я буду занят. Ну, до 13, хорошо. Сейчас давайте мы обновим, чтобы заново создать наше событие. Оп, помощь выскочила нам. Можно прочитать про календарь. Еще раз. Совещание. Мы идем, приглашаем, говорим, что мы будем с 10 до 11, хорошо. Приглашаем мы с тобой Стракатова. Идем еще раз в планировщик событий. И теперь я вижу, что я, ну, Катя, да, видит, что Стракатый занят. До часу его беспокоить бесполезно, потому что у него совещание. И она спокойно, движком передвигает начало события куда-то позже. Да, но другое время, когда все участники будут свободны. Коллеги, очень удобно, когда, опять-таки, много человек у вас будет в обсуждении. То есть, когда 5 человек, ты сразу же видишь, кто занят, кто свободен, у кого есть пробельщик, когда можно поставить то или иное совещание. Замечательно. Сохраняем. Здесь же мы можем поставить повторяемость события. Это касается, например, тех же случаев, например, когда нам нужны у нас какие-то еженедельные планерки. У нас такие есть, да, когда мы обсуждаем рабочие вопросы, что у нас там произошло за неделю, что нам предстоит сделать на следующей неделе. Мы в понедельник собираемся, у нас офис-менеджер создает общее событие, мы все туда добавлены, и мы каждый понедельник получаем напоминание. И причем офис-менеджер один раз создала это событие, поставила, что оно будет повторяться, и все. Да, напоминание. Я отдельно хочу сказать про напоминание. Напоминание вы можете поставить на вкладке «События». Сами можете регулировать, за какое время вам напомнить об этом событии. Ну, здесь у нас по умолчанию стоит 15 минут. Здесь же вы можете указать место проведения. У нас в офисе есть три переговорки, три места, где мы обычно собираемся. Ну, давайте укажем третий этаж. У нас есть переговорная на третьем этаже, откуда мы сейчас как раз ведем наш вебинар. Итак, хорошо, событие мы создали. В этом же событии мы можем общаться, обсуждать какие-то важные вопросы. Это же событие у нас отображается в нашей живой ленте. В этой же живой ленте мы можем вести обсуждение. Да, и давайте я соглашусь на участие в событии. Я вот получил уведомление, и Катя у нас сейчас должна тоже получить уведомление о том, что я согласился принять участие в этом совещании. Да, вы видите, что в подтвердивших участия есть строка «То Олег». Теперь Катя может что-нибудь мне писать там, смайлики, грустные, веселые, да. Обсуждать, прикладывать какие-то файлы и так далее. Так, что у нас еще есть по календарю? Наши календари я могу соединить с различными мобильными устройствами. В данном случае с Mac, с iPhone, либо с какими-то другими устройствами, которые поддерживают протокол iCall. Здесь у нас приведена инструкция. Это те, кто пользуется подобным функционалом, могут сразу же интуитивно, понятно, добавить и наш календарь, если все-таки у вас не получается, то достаточно подробная инструкция, которая работает. Да, причем если вы используете мобильное приложение Bittrex24, то такая же инструкция есть и там. То есть вы заходите в календарь, и вам там будет сразу описано, как на своем мобильном подключить календарь Bittrex24. Да, хорошо. Что еще здесь у нас можно отметить? Есть у нас такой элемент управления персоналом, как график отсутствия. Как он работает? Давайте создадим, например, какое-то событие. Ну, например, я поеду, либо Катя поедет в Москву. Мы, что мы делаем? Создаем событие. Например, говорим, что это командировка. И указываем занятость. Говорим, что Катя у нас будет отсутствовать. После этого наша запись командировка добавится в график отсутствия. И я, как, например, руководитель Кати, однажды забыл, где же у меня Катя, где же, почему в четверг Катя вдруг не пришла, я подаю посмотреть в график отсутствия. В графике отсутствия я увижу, что Катя оказывается у нас в командировке. Ну и я буду дальше ей звонить, интересоваться, как у нее дела, и все ли хорошо, прошла ли моя сделка. Это кратко о календарях. Катя, у нас есть вопросы. И, кстати, нас просят все-таки немножечко рассказать о собраниях и планерах. Давайте мы сейчас ответим, потом пробежимся быстренько по этому. Так, 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 так. Когда создается событие в календаре группы? Да, мы не сказали, что у каждой группы есть свой календарь. Совершенно верно. Когда создается событие в календаре группы? Будет ли оно автоматически отображаться в личном календаре участника группы? Коллеги, а в группе оно будет отображаться точно? А вот будет ли оно отображаться у сотрудника, давайте сейчас проверим. Мы тех уже не помним. Я тогда сами засомневались, да. Давайте мы попробуем зайти в группу, в календарь. Создадим здесь событие. Создадим событие. И укажем участников этого события. Выберем Екатерину Шеленкову для того, чтобы я сразу могла проверить. И сохраним. Так, в календаре группы у нас события точно есть. Теперь давайте вернемся в мой личный календарь. Нет, не появилось. Значит, не появляется. Так, сейчас не появляется. Не знаю, нужно или нет, мы обсудим. Да, я думаю, мы подумаем. Да, и здесь же нас дальше спрашивают, можно ли, когда будет реализована возможность подключения календарей группы к мобильным устройствам. Ну, Катя. Пока не смогу ответить на этот вопрос. Мы вообще думаем об этом, планируем. Но вот назвать, конечно, какие-то конкретные сроки пока не смогу. А скажи, а вот функция добавления календарей в избранное, такое можно подключить у нас? Ну, это будет отображаться все равно только в твоем личном календаре. Да, согласен. На мобильном нет. Да, Иван, мы подумаем, возможно, в будущем это реализуем. Ну, честно говоря, не так часто спрашивают, да? Да, все-таки основные события – это события в вашем личном календаре, поэтому пока синхронизируем только его. Дальше. Борис нас спрашивает. При создании события с приглашением сотрудников можно видеть время их занятости всех одновременно? Да, Борис, так оно и есть. Мы это показывали. С помощью планировщика событий вы можете видеть занятость всех сотрудников, которых вы пригласите в это событие. Да, и выбрать как раз оптимальное время, когда все будут свободны. То есть планировщик вам об этом подскажет. Так, Андрей нас спрашивает. Андрей, можно ли отслеживать переписку сотрудников? Ну, если вы являетесь администратором портала, то вы можете посмотреть всю живую ленту. А вот насчет личной переписки в чате мы пока что такой возможности не предоставляем. Да, все-таки чат – это все-таки личная именно переписка, и пока даже администратор не имеет доступа к ней. Ну, интересный запрос. Я уже, на моей памяти, это уже, по-моему, четвертый запрос. Подумаем, возможно, почему бы не видеть администратору переписку? Черт его знает, что там обсуждает. Может быть, может быть. Что там обсуждает. Посмотрим, коллеги, пока что нет. Ирина нас спрашивает, есть ли у нас планерки и собрания в бесплатной версии. Давайте посмотрим. Мы точно не помним, по-моему, нет. Сейчас мы зайдем на наш сайт bitrex24.ru. Так, и здесь мы видим цены. Зайдем в раздел цены и посмотрим. Чтобы нам тут не гадать, давайте посмотрим. Так, собрания и планерки. Нет, они доступны только на старшем тарифе. Вот заодно мы сейчас показали, где вы можете узнать возможности вашего продукта по различным тарифам. И, кстати, раз уж мы заговорили о возможностях платных и бесплатных тарифов, у нас есть такая возможность, как демо-режим. Вот сейчас давайте посмотрим, что это такое. У меня здесь, если я не ошибаюсь, младшая или какая-то старшая версия. На вкладке лицензия, коллеги, как только вы зарегистрируете портал, у вас появляется, естественно, бесплатная версия тариф-проект. Но мы даем вам возможность попробовать... Все возможности bitrex24, подключив себе на месяц демо-режим с верхним тарифным планом компании. Да. В течение 30 дней вы можете ознакомливаться с нашими возможностями. Вот здесь должна быть кнопка демо-режим. Я ее уже включал на этом портале, поэтому я больше ее включить не могу. Она дается только один раз. Так, еще вопросы. Ну, здесь уже вопрос про переписку. Ну, давай ответим. Как долго хранится информация в переписке? Тамерлан, она хранится все время, пока существует ваш портал, пока мы его не удалим. А удалим мы его только лишь в том случае, если вы на него не зайдете очень долго. Сколько? Там полтора месяца, если вообще ни один из сотрудников не авторизуется в вашем bitrex24. И то перед тем, как удалить, мы вам пришлем несколько уведомлений, вам, как администратору, с тем, чтобы убедиться, что вы действительно не хотите пользоваться. Переписка хранится всегда, до тех пор, пока не удалится портал, либо пока сами участники этой переписки не удалят ее. Причем, для того, чтобы удалить ее полностью, должны удалить оба собеседника. Да, здесь нас еще коллеги спрашивают о том, будет ли запись вебинара и как получить ссылку. В частности, Андрей. Андрей, не переживайте, запись вебинара будет, она ведется. Мы ее сконвертируем в видео чуть позже, сегодня, либо завтра. И пришлем всем участникам вебинара письмо со ссылкой на видеофайл на YouTube. Вы сможете его просмотреть. Да, Андрей, пожалуйста. Так, у нас коробочная версия. Не всегда можно в живой ленте найти предыдущую переписку. Тамерлан, пожалуйста, уточните, что вы понимаете под предыдущей перепиской. Дело в том, что у нас есть история, она ведется даже... Историю переписки вы можете посмотреть даже с уволенным сотрудником. Пожалуйста, уточните. Мы позже ответим на ваш вопрос. Так, ну, наверное, Кать, давай мы с тобой продолжим. Дальше мы с тобой расскажем про... про что? Ну, наверное, ты расскажешь нам про собрание и планерки, раз все-таки вы интересовали. Да, да, хорошо. Очень кратко расскажу про такой сервис, как собрание и планерки. Мы о нем рассказываем обычно очень мало, но давайте посмотрим, что это такое. Это, опять-таки, удобный инструмент для организации вашего рабочего времени. Вы можете создать собрание. Здесь есть... ну, давай, что? Ну, повышение цен, конечно. Конечно. Повышение цен. Что мы здесь можем делать? Ну, понятно, что можем указывать дату, время, длительность нашего собрания. Здесь мы можем указать наших участников. То есть, пускай это будут Катя, Волошин и Стракатой. Здесь же мы можем выбрать секретаря, который будет вести наш протокол. У нас в офисе наш проект-менеджер Ирина Романова обычно является нашим секретарем, который сидит и протоколирует наше собрание. Ну, в данном случае пускай это будет секретарша Юрий Волошин. Да, место проведения мы укажем второй этаж. Здесь у нас можно будет сделать краткое описание о чем у нас собрание. Здесь же можно будет указать у нас, коллеги, по какому проекту мы будем обсуждать, будем собираться. Ну, в данном случае у нас есть... Катя состоит в одном только лишь проекте группа «Отдых», поэтому будем обсуждать это собрание в рамках группы «Отдых». Здесь же можно нам сделать повестку дня. То есть наши обсуждаемые вопросы – это цены. Давай я добавил еще парочку вопросов. Цены, отдых и цены на отдых. Также из... Сейчас, секундочку. Да. Также вопросы можно будет добавить из другого собрания. Ну, давайте сейчас мы создадим одно собрание и покажем, как это сделать. Еще вопросы можно будет создать из каких-то имеющихся задач. Например, из задачи... У нас здесь есть пример такой теста – это провести вебинар. То есть мы просто добавляем вопрос из предыдущей задачи, и этот вопрос мы на повестке дня обсудим. Так, давайте запросим подтверждение об участии в собрании и создадим собрание. Сейчас я скажу, что я согласен участвовать в таком собрании. Я подтверждаю участие. Катя у нас получает уведомление о том, что я буду участвовать во встрече. Повышение цен. После того, как мы все согласились, либо не согласились, да, секретарь у нас Юра Волошин, мы можем начать наше собрание. Все, после этого мы начинаем вести протокол нашего собрания. Юра Волошин, в свою очередь, сейчас он у нас отсутствует, он может вести протокол, то есть отмечать, какие вопросы мы уже обсудили, добавлять какие-то пункты протокола. Например, да, там... Утвердили, нет, ну, я не сильно силен в протоколах ведения собрания, но давайте, например, что-то напишем. Так, здесь же у нас можно добавлять какие-то пункты из других собраний, опять же, из задач, писать какой-то текст и добавлять какие-то комментарии. Так, ну, в процессе, конечно же, мы можем сменить нашего секретаря. Ну, давайте как раз-таки на Катю Шеленкову и сменим, раз она у нас уже ведет протокол. Можно также удобно, легко переключаться в повестку, продолжать дальше редактировать наше собрание и так далее. Ну, давайте уже наше собрание завершим и представим, что мы не договорились о повышении цен и сразу же можем прийти к созданию следующего собрания. Мы это сделали, все участники у нас переносятся, секретарь у нас также остается Катя Шеленкова. Но наш протокол нашего собрания, получается, сохраняется. Сохраняется. Все наши вопросы, которые мы не обсудили и которые обсудили, они также сюда переносятся. Мы видим, что, например, вопрос с ценами мы обсудили, потому что он более важный. А вопрос с отдыхом и цен на отдых мы не обсудили, поэтому мы его перенесем на следующее собрание. Хорошо, создаем следующее собрание и дальше начинаем работать по точно такой же схеме. Это кратко про собрания и планерки. Вопросов у нас по собраниям и планеркам нет, поэтому давай мы с тобой наконец-то расскажем про наш новый диск. Ура, коллеги, мы долго вас заставили ждать, когда же мы его выпустим. Мы это знаем, нас спрашивали, наверное, в течение месяца, когда, когда, когда. Мы готовы его вам показать. У нас есть видео. Прежде всего, скажем, что у нас есть общий диск. Что такое общий диск? Кать, что такое общий диск? Нас спрашивают и не совсем понимают, зачем на портале нужен вообще какой-то общий диск, а не личный. Ну, начну, наверное, с того, что, конечно, в каждой компании есть личные файлы каждого сотрудника, с которыми он работает, а есть общее хранилище, где хранятся какие-то общие документы. Это могут быть различные заявления на отпуска, на командировки, какие-то общие документы по регламентам, с которыми должны ознакомиться все сотрудники. Для этого и существует общий диск. То есть общий диск – это общее хранилище в вашей компании. Здесь вы можете хранить все файлы, с которыми будут работать все сотрудники. Но у нас есть в этом обновлении, в новом диске, у нас поменялся немножко концепт работы. Теперь каждый сотрудник, то есть по умолчанию на новом портале, мы даем право доступа на общий диск всем сотрудникам вашей компании. Таким образом, каждый сотрудник может зайти на общий диск и создать папку, например, для своего отдела. Обратите внимание, что теперь при создании папки вы сразу можете указать, кто будет работать с документами в ней. Сюда переносятся все права, которые настроены у вас на весь диск, но при необходимости вы можете их удалить. Например, удалим. И добавим, например, я состою в отделе, отдел особых продаж. Я хочу поэтому, чтобы с документами в этой папке работали сотрудники только этого отдела. Я их выбираю, даю им право чтения, то есть только смотреть документы, либо редактировать их, либо вообще полный доступ, то есть управлять документами в этой папке. Давайте дадим редактирование. Назовем папку папка нашего отдела и сохраним. Таким образом, в общем диске, так, у нас тут вылазит помощь, так как мы первый раз зашли, появляется папка нашего отдела. Обратите внимание, что так как я настроила общий доступ на эту папку, все сотрудники моего отдела получат эту папку в свой личный диск. То есть эта папка подключится автоматически к личному диску и синхронизируется с компьютером, если установлен десктоп-приложение и подключен битрикс24 диск. То есть таким образом можно очень быстро, очень удобно, совместно работать с документами в папке. Так, это что касается у нас общего диска. Да, и у нас есть запись нескольких сценариев работы с диском. Мы не будем их показывать вживую, мы просто покажем наше видео. Давай, Катя, расскажи, пожалуйста. Ну, здесь у нас показан мой диск. Показано, как у нас установить, скачать десктоп-приложение. У вас будет баннер сбоку, вы можете кликнуть по нему, и сразу пойдет скачивание. Скачали, запускаем, устанавливаем на свой компьютер. Приложение доступно как для Mac, так и для Windows. Входим в приложение со своим e-mail и паролем от вашего аккаунта в битрикс24. Если их несколько, то вот здесь можно будет выбрать. И здесь у нас есть вкладочка диск. После этого у вас автоматически пойдет синхронизация всех ваших файлов, которые находятся в папке, они все закачаются на портал, либо с портала на ваш компьютер. Вот, открыть в проводнике, то есть у вас создается автоматически папка, в которой все документы, которые есть на вашем личном диске. Вот здесь показано, как мы папочку закидываем на компьютере в папку. Она синхронизируется с вашим хранилищем на портале. Заходим в мой диск и видим загруженный документ. То есть все изменения синхронизируются автоматически. Так, здесь вот мы открываем, правим, сохраняем. Причем правим на вашем же компьютере с помощью программы Microsoft Office, если она у вас установлена. Да, то есть если вы привыкли уже работать с этой программой локально на компьютере, то есть такая возможность открывать документы прямо в ней. Хорошо, давай покажем следующий сценарий работы с диском. Так, снова заходим в мой диск. Здесь у нас появился новый интерфейс. Где мы можем настроить общий доступ. То есть, опять же, дать доступ коллегам на свою папку. В своем диске. В своем диске, да. Эта папка появляется также в их диске. Помимо папок теперь у нас можно поделиться отдельными файлами. Например, если вам нужно не папку, а просто отдельный файл отправить коллеге, чтобы он мог с ним работать. Так, здесь вот показано, как Сергей у нас получил уведомление, что ему открыт общий файл. Он может перейти к нему. Он переходит, обратите внимание, в свой диск, где видит уже этот файл и может работать с ним. Опять же, он работает через локальные программы. То есть, открывает файл, он автоматически открывается в Word на его компьютере. Он его правит, сохраняет. Все. Здесь у нас появляется новая обновленная версия. И Сергей Кулешов получает уведомление о том, что Сергей изменил его файл. Заходит, открывает его и видит изменения, которые внес Сергей в этот документ. Ну и последний наш сценарий работы. Давай посмотрим, если не ошибаюсь, касается редактирования на... В живой ленте, наверное, мы покажем. В живой ленте, да. То есть в живой ленте мы также можем загрузить, либо создать новый документ. Создать, опять же, с помощью программ на своем компьютере. Для того, чтобы не использовать облачные решения. Вы уже привыкли работать в Word. Вам запускается привычная стандартная программа. Вы создаете документ. Сохраняете его. Он автоматически прикрепляется к сообщению. Теперь появилась возможность сразу отредактировать название этого документа прямо здесь, еще до отправки сообщения в ленте. Выбираем получателя. Пишем текст сообщения. И отправляем его. В живой ленте появляется у нас событие с прикрепленным файлом. У нас есть такое окошко, где вы можете выбрать, через какую программу работать с документами. Сейчас вот Сергей выбрал облачные. Да, и это отличная возможность сэкономить на покупке программного обеспечения. Большинство, например, наших сотрудников используют для редактирования документов либо Word, либо Excel. И они могут это делать с помощью бесплатных документов Google Docs. То есть в наше непростое время это отличный способ. С повышением цены кризисом. Да, это отличный способ быть еще эффективнее. То есть зачем ставить сотруднику отдельную лицензию в Microsoft Office, если есть такая же возможность написать текст бесплатно с помощью Google Docs. Это были наши сценарии работы с дисками. Я бы еще хотела, знаете, остановиться, наверное, на диске и показать вам, потому что очень часто встречаю вопросы, как сменить директорию на своем компьютере, в которую синхронизировать все файлы. Такая опция появилась в последней версии приложения на вкладочке диска. Когда диск еще не подключен, вы можете выбрать, в какую папку синхронизировать все файлы с вашего диска. Да, Катя, спасибо, что продавили эту возможность, нас спрашивали, но наконец-то мы это добавили. У нас есть буквально там совсем несколько вопросов. Коллеги тут нам передают приветы из разных городов. Да, всем вам привет из Калининграда. Так, Ирина нас спрашивает, как можно бороться с тем, что Bittrex постоянно виснет? Ирина, Bittrex у нас не виснет, если он у вас все-таки виснет по каким-то причинам, пожалуйста, напишите в техподдержку. Мы проведем исследовательские работы, сделаем трейс и посмотрим, на чьей стороне проблема, потому что по нашим данным у нас Bittrex не виснет. Кстати, отказоустойчивость нашей системы, точнее работоспособность, это 99,9%. Это доказанный факт. Ирина, спасибо вам. Так, здесь у нас уже, нас Тимофей и другие коллеги спрашивают про телефонию. Мы чуть-чуть позже, если успеем, мы про нее обязательно расскажем. Сейчас мы расскажем. А у нас по диску вопросов совсем нет? По диску вопросов странно, но вопросов совсем нет. Наверное, еще не все попробовали новый диск. Да, хорошо. Ну, коллеги, если вы попробуете, пожалуйста, дайте нам какую-то обратную связь. Хорошо вам или удобно, или нет. Тогда мы будем думать, что нам сделать еще лучше. Следующий инструмент для общения, для решения рабочих вопросов, это чат и видеозвонки. То есть это приватное общение. Катя, давай покажем. У нас есть, давай сначала покажем, где у нас это вживую, да, на портале есть. То есть вот у вас есть панелечка внизу. Здесь есть, да, чат. Все сотрудники, которые были приглашены на ваш портал, они автоматически добавляются уже в ваш контакт-лист. Вот Катя мне написала сообщение, я ей сейчас что-нибудь отвечу. Мы сразу видим, что Олег Старкатый пишет нам сообщение. Да, получается, получаем уведомление. Все у нас звенит, играет и светится нам напоминалка о том, что Старкатый написал. Если вам не нужен вот этот звук дурацкий, я у себя его отключил и сделал у себя, поставил себе режим «Не беспокоить». Теперь… Ну, обрати внимание, что «Не беспокоит» не только звук, то есть ты вообще не увидишь, что важно. Да, давай посмотрим, как это будет. Давай мы закроем. Давай. Звук у нас все равно сработал. Так, подожди, звук у нас отключается в другом месте просто. Настройки, звуковые оповещения. Вот, ага. Теперь сохраняем. Закрываем. Интересно. Интересно. Я это проверю, коллеги, почему звук работает. У нас на портале он не работает. Хорошо. Также у нас здесь есть режим… Я знаю, почему работает. Перебью тебя, потому что у меня запущен десктоп-приложение, где у меня звук включен. Если я выключу его здесь… Мы его пока что не синхронизируем в настройке. Хорошо. Да, сохраняем. Тогда ничего не буду видеть. Хорошо. Ну, давай уже тогда, чтобы показать точно, что работает. Давай попробуем. Вот, уведомление пришло. Получили уведомление, но звука нет. Сработал, правда, маковский звук, но ладно. По диску у нас появился вопрос. Давай уже ответим, раз пока что мы еще не сильно далеко ушли от диска. Давай, давай. Если общий диск имеет значительный размер, превышающий свободное место на компьютере пользователя, то что произойдет после синхронизации, то есть в процессе копирования данных с общего диска на компьютер пользователя? Ну, получится, что синхронизируется только часть данных, то есть как только место закончится, конечно, файлы, которые еще не синхронизированы, не будут переданы на компьютер пользователя. И наглядно, и вы его сейчас посмотрите. Катя, расскажи что-нибудь. Ну, вот у нас как раз допускается опять же мессенджер, как мы показывали. Пишем сообщение. Отправляем его Ане. Аня нам отвечает. Мы видим, что она пишет нам ответ. Так, и мы решили обсудить какой-то важный вопрос и пригласили еще коллег. У нас получается, коллег. Получается четыре собеседника. Мы общаемся, потом приходим к решению, что эффективнее общаться голосом. Конечно, да, переписку писать долго, особенно четыре человека, каждый высказывает свое мнение. Поэтому мы создаем групповой видеозвонок. Видим здесь, что у нас все четыре участника подключились. Пока у нас есть ограничение, что только четыре участника видеозвонка, причем это не наше ограничение, а самой технологии в AppRTC. Но как только они позволят нам добавить больше участников, мы, конечно, поддержим эту возможность. Да, у нас особенно любит Болоция такой возможностью Сергей Рыжиков. Когда стоит в пробке, он нам звонит по 3G и обсуждает с нами рабочие вопросы. Да, на самом деле очень удобно. То есть вы всегда на связи, всегда видите все обсуждения, которые ведутся у вас внутри компании. Да, и вот сейчас на видео Юра Волошин прикрепил файл. Вы также можете отправлять различные файлы вашим собеседникам. Они их могут скачать, просмотреть, дать сразу же комментарии по тому, что они увидели, прислать какие-то еще одни файлы. Ну, экономия времени прям колоссальная. Мы у себя это уже испытали, ощутили. И прям будем совсем эффективными в наше непростое время. Так, ну, вот так, собственно, выглядит у нас сама переписка, создание групповых чатов, групповых видеозвонков и передача файлов прямо в мессенджере. Да. И еще один пример – это пример того, как работать с нашим мобильным приложением. У нас здесь также доступны чаты, также доступны видеозвонки. То есть, как показано, в один клик вы можете быстро позвонить, связаться с коллегой, увидеть его, ну, услышать не только голосом, но и увидеть его. Вот у нас Наташа с Сергеем обсудили какой-то важный вопрос. В мобильном приложении также у нас тут показана доступна живая лента. Чаты, ну, практически там все основные инструменты, которые нужны для ежедневной работы, то есть для быстрых коммуникаций внутри компании, они у нас все доступны на мобильном приложении. Да. Так, у нас есть вопросик. Давай. У нас есть вопросик. Подожди, а мы будем с тобой рассказывать про… А, ну, мы уже рассказали. Да, хорошо. У нас есть вопросик. Будет ли, когда будет реализована демонстрация рабочего стола при видеозвонке? Да, это такой наболевший тоже вопрос. Очень давно спрашивают. Коллеги, мы планируем эту реализацию. Во-первых, у нас это раньше было. Было, да. Это сейчас WebRTC, то есть протокол, который мы используем для организации видеозвонков, он ввел ограничения. Эта технология работает не совсем стабильно, демонстрация рабочего стола, да, Катя? Да, она пока не совсем развита на том уровне, на котором нам бы хотелось ее передать вам, поэтому мы изучаем сейчас этот вопрос, и на самом деле уже есть некоторые изменения, и, скорее всего, я думаю, что на следующий год мы уже представим вам эту новинку. Слушай, а я об этом не знал. Хорошо, теперь я об этом тоже узнал. Да, Тамерлан, спасибо за вопрос. И у нас обычно еще спрашивают здесь коллеги, когда будет, будет ли у нас наше десктопное приложение, либо недесктопное мобильное приложение для Windows Phone. Коллеги, пока что мы его не планируем. Так, что у нас дальше? Катя, дальше у нас с тобой, наверное, телефонии, либо CRM. Ну, мы можем начать, на самом деле, с CRM, так как она тесно пересекается у нас с телефоней. С телефоней. Ну, давай расскажем, что такое CRM. Коллеги, что такое CRM? Катя нам, наверное, даст шикарное определение, что такое CRM. Ну, это система управления, система взаимодействия, наверное, с клиентами. Система управления, да, взаимодействия с клиентами, с контактами, со сделками. Чего? Это большой на самом деле инструмент, то есть описать здесь подробно все, для этого у нас есть отдельные вебинары, но давайте мы с вами кратко пробежимся, чтобы иметь общее представление. Любая работа с клиентом начинается у нас с лидов. Что такое лиды? Лиды – это какая-то первоначальная информация о клиенте, которую вы можете получить, например, на каких-то мероприятиях, вам оставили только номер телефона, дали визитку. Вы можете получить ее с каких-то форм на вашем сайте, например, форма регистрации. То есть это какая-то потенциальная зацепочка, это еще не контакт, это еще даже не потенциальная сделка, это не клиенты, не компания. Это что-то самое первое, как мы называем, холодный контакт потенциальный, который впоследствии, если вы хорошо поработаете, он может превратиться у вас в сделку. Конечно, цель моя является этой сделкой. Ну, собственно, в Bitrix24 получение лидов есть очень много способов, это и с почты, и с веб-форм, и при пропущенных звонках. Я думаю, что детально мы сейчас не будем останавливаться, но… Да, и кроме того, у нас есть отдельные вебинары, посвященные непосредственно CRM, уже есть как записанные ранее, так и у нас будут скоро вебинары на следующей неделе, если не ошибаюсь. Коллеги, приходите. Сейчас давай, Катя, мы посмотрим, как… Давайте мы покажем, что же делать с лидом, то есть у вас уже есть база лидов, для того, чтобы продолжить работу, то есть вы начинаете обзвон, обработку этих лидов, и если клиент все-таки заключает с вами сделку, то есть, например, приобретает какой-то товар, то вы можете конвертировать лид. При конвертации вы можете выбрать, что конвертировать его сразу в контакт, то есть будет создан контакт с данными лида. Если вы узнали, что этот контакт у вас представляет какую-то компанию, например, компанию Bittrex, либо работает от какого-то, неважно, юридического лица, то вы сразу же знаете, что… Не знаете, а можете сконвертировать этот лид и в компанию, хорошо. И если у вас клиент проявил какой-то интерес в каких-то товарах, да, либо услугах, вы можете уже сконвертировать и в сделку, потому что наша конечная цель все-таки – это сделка. Здесь же можно поставить вероятность, ну, 90%, конечно же, да? Конечно. Да, и указать какие-то комментарии, ну, и давай выберем парочку товаров, да? Обычно мы товары выбираем на этапе «Мерседес», конечно, «Мерседес». Конечно, а что мы отбили у нас лид? В такое интересное время мы покупаем «Мерседес». Да, хорошо, после того, как мы сконвертировали наш лид, с лидом мы работать перестаем. Кстати, да, Катя, ты рассказывал про статусы лидов? Нет, еще не успела рассказать, но вот как раз у нас был новый лид, и он у нас проходил по статусам. Статусы вы можете задать для своей компании свои, но начальный статус – это когда лид еще не обработан, он поступил новый, затем он проходит какие-то этапы и достигает финального этапа – это конвертация лида. У нас этот финал называется «Завершить обработку лида». Да, и, собственно, потом с этим лидом мы уже не работаем, потому что он нам не нужен, а если мы к нему обращаемся, только если нам нужно восстановить какую-то историческую цепочку, да, посмотреть, кто кому звонил и так далее. С чего началась работа с клиентом? Да, и тут вот как раз такой параллельный вопрос. Ирина у нас спрашивает, можно ли настраивать карточку клиента под себя. Да, Ирина, можно. Мы сейчас давайте тогда эту возможность покажем. Например, мы добавляем наш контакт, и здесь у нас, Катя, что у нас здесь есть? Мы можем редактировать, переименовывать поля. Да, можем редактировать. Если вам не нравится наше название, то вы можете его отредактировать. Например, не фамилия, а фамилия клиента. Вы хотите назвать это поле? Мы можем скрыть какие-то ненужные поля. Да, можно скрыть. Например, фотографию мы загружать не будем. Мы скрываем это поле, оно исчезает у нас из формы. Да, но потом мы его, конечно же, можем восстановить. Мы можем добавить какие-то свои поля. Например, я в одном из вебинаров здесь показывал, кстати, вебинаров по ЦРМ показывал, как можно здесь ввести, добавить там опросник Маккея. Если вы читали книгу «Как уцелеть среди акул», здесь его можно ввести и при общении с клиентом, скажем, пополнять базу знаний об этом клиенте. Очень удобно. То есть, да, Ирина, можно. После того, да, мы остановились на том, что мы сконвертировали наш лид. У нас теперь есть контакт, у нас есть компания. Компания и сделка. И у нас есть сделка. По этим контактам, компаниям или сделкам, мы можем создавать какие-то дела. Ну, давайте мы уже будем работать с конечной нашей сущностью, то есть со сделкой, потому что, в общем-то, для большинства, да, компания является конечной целью – это заключить сделку. Поэтому мы… Сделка у нас потенциальная уже есть. По продаже продуктов. Да. У этой сделки также есть различные статусы. Кстати, статусы вы можете добавить свои, либо переименовать. Ну, об этом тоже в отдельном вебинаре мы сейчас просто, давайте, для примера, поменяем. Вот здесь я, да, как раз-таки создавал свой статус, для примера, оценка мастером. В этой сделке что я могу делать? Я могу создавать по этой сделке различные дела. То есть я могу назначать встречи с клиентом, добавлять какие-то события, ставить какие-то задачи. Например, у нас был такой сценарий использования в автосалоне. Когда мы уже имели потенциальную сделку, мы ставили задачу подготовить нашему менеджеру документы по тест-драйву и, собственно, по покупке или продаже машины. Здесь же мы можем запланировать звонок, можем запланировать встречу, например, тот же тест-драйв, либо можем отправить письмо нашему клиенту, который у нас указан в нашей сделке. Так, что еще мы можем здесь делать? Здесь мы можем выставить коммерческое предложение. Да, Кать? Да. Коммерческое предложение. Вы также можете настроить легко под себя, под свой бизнес. Мы, опять-таки, в подробном вебинаре про ЦРМ это подробно рассказывали и рассматривали. У нас есть очень хороший пример работы, использования нашей ЦРМ в кондитерском бизнесе. У нас есть сотрудник, который настраивает форму коммерческого предложения под себя. И когда они связываются с клиентом, либо когда он звонит, они просто идут по полям и спрашивают, а нужен ли вам бант, а нужна ли вам красивая коробка, а какая вам нужна глазурь. И все, он видит, менеджер видит поля и не забывает спросить об этом у нашего клиента. Да, это очень важно, чтобы не перезванивать клиенту, не уточнять. То есть менеджер сразу видит, грубо говоря, список вопросов, которые ему нужно задать клиенту. И таким образом заполняет полностью карточку. Да. Ну давайте, что-нибудь для примера, мы какое-нибудь коммерческое предложение выставим, сохраним, посмотрим, что с ним можно сделать. Название ты там указал, коммерческое предложение? Я не помню, давай посмотрим. Да, тема у нас поставилась. Тема у нас берется та, которую мы указали в сделке. Коммерческое предложение у нас создано. Давайте посмотрим, где оно у нас есть. Пойдем его и просмотрим. Что мы можем сделать с нашим коммерческим предложением? Мы можем его распечатать. Мы можем распечатать его без печати и без подписи. Я знаю, что некоторым клиентам нашим такая возможность требуется. Мы можем скачать его в PDF-файле, а потом сейчас вот этот PDF-файл мы просмотрим. У тебя есть смартфон просмотреть, да? Да, конечно. Вот мы сейчас его просмотрим, как он выглядит. Нас также просили показать, как он выглядит. Да. Из настроек нашей CRM мы взяли наш логотип. Здесь также мы в настройках указали наш расчетный счет, телефон, банки получателя, печать и подписи. Также здесь указан наш товар. Так выглядит наше коммерческое предложение. Да. И это же коммерческое предложение мы можем отправить нашему клиенту по почте. Да. Автоматически прикрепляется к письму. У вас клиент увидит точно такое же, как и вот. То есть квад 3. Да. Вот наш файл коммерческого предложения. Он уйдет к клиенту. Мы будем с ним переписываться. Все письма пойдут у нас дальше к этой сущности. Обращаю ваше внимание, что для различных сущностей можно создать различные шаблоны писем. Как это делается, мы сейчас рассматривать не будем. Скажу лишь, что это можно сделать в настройках. Да. Сейчас давайте я просто покажу этот пунктик. Настройки. Почтовые шаблоны. Здесь вы можете добавить почтовый шаблон. Указываете, для какой сущности вам нужно. Для лида, для контакта, компании сделки. И кто будет видеть этот шаблон. Это удобно. Так. Мы остановились на чем? На сделке. Коммерческое предложение сделки мы выставили. Что еще можно сделать в нашей сделке? Выставить счет. Да, можно выставить счет. Ну, расскажи, Катя, давай. Причем счет на самом деле, это можно выставить в предложении. Но так как мы идем, работаем от сделки, то можем выставить счет. Также нажимаем кнопочку «Создать счет». Опять же, из сделки подтягиваются все поля, которые там были заполнены. Наша сделка прикрепленная. Контактное лицо. Сразу же реквизиты контактного лица. И, конечно, товар, который также участвовал в сделке. Давай еще с тобой расскажем про каталог товаров. Потому что мы говорим «товар, товар, товар». А где можно ввести наш каталог товаров? У нас есть меню CRM. Здесь у нас есть раздел «товары». Он у нас сейчас тоже обновился. У нас тут с описанием небольшая получилась. Проблемка большая. Каталог товаров у нас также сейчас обновлен. Вы можете при создании нового товара. Во-первых, вы видите, что интерфейс у нас обновился. Он стал такой же привычный, как и для других сущностей CRM. Здесь появилась возможность загружать изображение вашего товара. Помимо этого, в настройках, давайте я в новой вкладке открою, чтобы не потерять, появились свойства товаров. То есть это как раз то, о чем очень давно нас спросили. Это пользовательские поля для товаров. Конечно, у каждого бизнеса товары свои. Вам, возможно, понадобится цвет, материал, еще что-то. То есть для каждого нужны свои поля, и теперь вы можете их создать на этой страничке «Свойства товаров», и потом они появятся при создании товаров. Катя, а мы можем создавать те же самые поля в форме добавления товара? Пока такой возможности нет, но она обязательно появится. То есть так же, как и в CRM, здесь будет ссылочка. Пока можно добавлять только новые разделы. Хорошо. Ну, про возможности CRM, наверное, мы больше рассказывать не будем. У нас еще раз, раз в пятый, напоминаю, что у нас есть отдельные вебинары, посвященные CRM, где мы очень подробно рассматриваем различные сценарии. Также у нас есть вебинары, где мы рассматривали возможности работы CRM с бизнес-процессами. Коллеги, если кому-то интересно, вы скажите, я вам пришлю ссылку, либо в конце мы покажем еще, где можно посмотреть все наши прошедшие вебинары. Давай, наверное... А, вот как раз-таки нас спрашивают, где можно посмотреть вебинары. Коллеги, давайте я вам сейчас и покажу. Внимание на экран. Сайт Bittrex24... Сейчас, секундочку. Bittrex24.ru Так. Вот самый быстрый вариант, которым пользуюсь я. Пункт поддержка. Вот он есть здесь. Пункт поддержка. Открывается, открывается. Ух! Что-то с интернетом, мне кажется, у нас. Тын-ды-дын-ды-ды-дын. Тын-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Ура! Мы наконец-то простукнулись, да? Или нет? Давай попробуем здесь просто еще раз зайти в поддержку. Да, наконец-то, извиняемся, коллеги, что-то, наверное, здесь у нас было с интернетом. Здесь есть сразу же бесплатные вебинары. Пункт записаться на вебинар. Вы переходите и видите здесь список предстоящих, да, планируемых вебинаров, которые будут. Ну, кстати, вот у нас будет вебинар по ЦРМ 24 декабря. Вы можете здесь записаться, вы получите ссылку. Таким же удобным способом вы запишетесь, как и на этот вебинар. Плюс здесь у нас есть список всех наших прошедших вебинаров. Что касается ЦРМ, вот они есть. Здесь же есть у нас вебинары по бизнес-процессам, ну и другие. Пожалуйста, заходите и смотрите. Так, ссылки на вебинары мы с тобой рассказали, Катя. Да, что у нас есть еще? Какие у нас есть вопросы? У нас есть вопрос по веб-мессенджеру. Можно ли будет ставить свои текстовые статусы? Ну, например, там, отошел или работаю дома, например. Да, вообще на самом деле планируем, хотим это сделать. Я думаю, что на следующий год представим что-то такое. Давно просят. Еще у нас Владимир спрашивает, что экспорт данных о компании в Excel реализован не по всем полям. Просьба показать, как экспортировать все поля, чтобы потом после редактирования импортировать их обратно. Коллеги, ну, например, самый быстрый способ узнать, какие поля у нас поддерживаются. Вы можете, для примера, экспортировать файл. И все доступные поля, которые можно экспортировать, они туда попадут. Также у нас есть шаблон. Причем, я так понимаю, что вы экспортируете данные из Bitly24, у вас экспортируются не все. Обратите внимание, что, во-первых, должен быть разрешен экспорт всех полей. Во-вторых, вы сначала должны настроить колонки в списке компаний, а затем экспортировать. Соответственно, при экспорте будут выгружены все колонки, которые вы здесь указали. Может быть, у вас просто здесь указаны только некоторые, и поэтому только они экспортируются. Да, тут нас еще спрашивают, какая погода у нас в Калининграде. Коллеги, у нас тепло, зеленая трава, пожалуйста, приезжайте. Можно ли менять карточку клиента под себя? Ирина, да, можно. Мы это показали. Хорошо. Шаблоны, письма и сделки очень бы помогли. Владимир, да, они нам очень помогают. Мы показали, что они у нас есть. Как переименовать файл коммерческого предложения? Сейчас, Денис, это невозможно, мы не видим вообще смысла давать возможность переименовывать файл коммерческого предложения. Ну, если, это, если честно, первый запрос, когда мы такое... Да, но мы понаблюдаем, если это действительно требуется, то я думаю, что мы сможем это реализовать. Позже мы скажем, где вы можете оставить нам свои идеи и пожелания, и мы будем их рассматривать. Так, здесь уже вопросы по телефонии, вопросы по телефонии. Ну, наверное, по ЦРМ у нас вопросов, да, я больше пока что не вижу. Так, про что мы расскажем? Про телефонию будем рассказывать? Ну, давай расскажем про телефонию. Много, много расспрашиваю. Да, 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 давайте. Хорошо. Как еще изменить язык нашего корпоративного портала? Вот еще такой вопрос. Коллеги, я дерну сейчас фокусы вниз. Вот у нас есть наш флажок. Здесь вы можете выбрать язык того, интерфейс языка, который вы хотите. Например, английский. Но обращаю ваше внимание, что будут переведены только те пункты, которые мы обрабатываем. Стандартные, да, наши системные. Конечно, если вы создали свои сделки, например, то их мы, конечно, переводить не будем. Да, свои статусы вы создали, мы их не переведем, названия групп и так далее. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Так, показали. Да, что еще у нас язык? Ну, хорошо, давай пойдем по телефонии. Расскажем, что у нас есть, какие возможности у нас есть для телефонии. Так, ну, начнем с того, начнем, наверное, с настроек, да, как же нам подключить вообще телефонию. В меню у вас есть пункт «Телефония», «Настройки телефонии». У нас есть возможность использовать телефонии в трех разных сценариях. Первое – это привязать свой номер для исходящих звонков. То есть вы можете привязать, например, номер своей компании для того, чтобы звонить из Bitrix24, и ваш клиент, которому вы звоните, видел телефон вашей компании. Можно привязать номер и настроить номер, например, чтобы проверять его по базе CRM. То есть во время исходящего звонка, если вы указали эту галочку, вам сразу будет показываться карточка клиента, которому вы звоните. И также опция «Сохранять запись всех разговоров». Но здесь вот каждый раз мы говорим о том, что нужно убедиться, что использование этой опции не противоречит особенностям законодательства вашей страны. Так, например, в Германии запрещено записывать запись разговора с клиентом, поэтому будьте внимательны при активации этой опции. Что касается входящих звонков, то есть первый вариант – это только для исходящей связи. Для того, чтобы вы могли принимать входящие звонки в свой Bitrix24, необходимо арендовать номер. Давайте мы посмотрим, как это сделать. Мы нажимаем «Подключить». Здесь вы можете выбрать страну, выбрать тип номера. У нас есть городские, есть федеральные 8800. Например, давайте выберем городской. Затем вы можете выбрать регион, в котором вы хотите арендовать номер. Давайте посмотрим «Калининград». Здесь, кстати, обратите внимание, что список городов у нас очень расширился. Коллеги, сразу же предвещаю вопрос на тему того, как добавить номер какого-то города. Пожалуйста, пишите нам в сайт «Идей». Мы только на эту обратную связь ориентируемся. Чем больше будет голосов за тот или иной город, мы его добавим обязательно. Да. Ну и, собственно, у вас появляется список номеров, которые доступны. Вы можете выбрать и арендовать. Ежемесячный платеж аренды номера – 990 рублей. Кроме аренды номера для входящих и исходящих звонков, вы можете подключить свою СИП-АТС. То есть, если вы уже работаете с СИП-АТС, то, конечно, вам выгоднее будет подключить ее к BITREX24. Давайте мы, наверное, посмотрим, как настроить подключение. Ну, здесь все достаточно просто. Вы указываете данные от BITREX24, данные от вашей СИП-АТС, сохраняете это все и можете настроить саму варшрутизацию звонков. Эти настройки доступны как для номера СИП-АТС, так и для арендованного номера. Здесь мы настраиваем, что делать, если сотрудник не ответил. Часто бывает, что, например, звонят, сотрудник не смог ответить или его нет на рабочем месте. Вы можете перенаправить в очередь, то есть на следующего сотрудника, либо можно перенаправить звонок сразу на мобильный телефон сотрудника, который указан в его профиле, или предложить клиенту оставить голосовое сообщение, которое также получит потом ответственный за звонок. Проверять номер по базе ЦРМ, чтобы вам высвечивалась сразу карточка, в которой вы будете видеть всю основную информацию по клиенту. Сможете быстро перейти к карточке клиента. Это очень удобная функция, когда вам звонит клиент, а вы уже видите, какие сделки по нему ведутся. То есть вы можете поддержать актуальный разговор с ним, сразу сказать, например, что вы видите, что запланирована встреча, напомнить о ней и так далее. Очередь. Здесь вы указываете сотрудников, которые будут работать с этим номером и отвечать на входящие звонки на него. Здесь можно указать количество гудков, через которые будет идти переадресация на следующего в очереди. Обработка пропущенного звонка – тоже интересная опция. Она позволит вам не пропустить входящие звонки от клиентов, даже когда вас нет на портале. Допустим, ночь, в ночное время звонят клиенты, например, когда с другой стороны. То вы также можете выбрать, что делать в этом случае. Включить автоответчик, перенаправить звонок на телефон сотрудника, на указанный номер, или завершить звонок, то есть ничего не предложить клиенту. Ну и опять же опция сохранения записи всех разговоров. Второй такой интересный блок – это мелодии звонков. Для вас уже по умолчанию загружены все мелодии, в том числе приветственная мелодия. Давай проиграем. Это наша мелодия. Мы всегда охвастаемся, что мы ее специально заказали. Здравствуйте, спасибо за ваш звонок. Пожалуйста, наберите добавочный номер сотрудника или дождитесь ответа. Прошу прощения, это так громко получилось. Да, и мелодия. Это как раз у нас литинзиона наша мелодия. Ее клиент будет слышать вместо гудков. Да, очень хорошо. Да, вот такая красивая мелодия. Спустя какое-то время мы уже эту мелодию стали все напевать по-моему. Мелодия удержания звонка и, конечно, автоответчик, который предложит оставить голосовое сообщение. Все мелодии вы можете загрузить свои. Если, например, вы загрузили какой-то свой файл, но потом вы решили, что хотели бы вернуться к тому, что было по умолчанию, вы сможете это сделать. То есть после загрузки у вас здесь будет ссылочка «Вернуть первоначальные настройки». Ой, Катя, у нас столько вопросов по телефонии. Давай поотвечаем, да? Давай попробуем. Сегодня она прям совсем популярна. Во-первых, говорят, что мы большие молодцы, что прикрутили телефонию. Так, это очень хорошо. Хотелось бы онлайн-чат, который установлен на сайте, да, и сообщение от клиентов, чтобы приходили в Bittrex24. Такое мы планировать, Алексей, пока что не планируем, не планируем такого делать. Возможно, какой-то партнер, один из наших партнеров, сделает свое приложение, да, вот скажем, что есть у нас такой пунктик. Приложение Marketplace. Пунктик меню, да, все приложения, и туда периодически, ну, достаточно часто наши партнеры добавляют какие-то свои поделки, свои приложения. Да, свои разработки по различным партнерам. Которые касаются и, да, IP-телефонии. Поэтому, пожалуйста, отслеживайте, возможно, что-то появится. Так, дальше, что у нас еще? Все, Катя, готовься отвечать на вопросы прямо совсем. Давай. Как можно увидеть номера внешних линий, если мы привязали облачную АТС? При входящем звонке мы видим номер звонящего абонента, но не знаем номер, на который позвонил абонент. Вообще, на самом деле, в одном из обновлений мы добавляли такую опцию, чтобы вы видели именно два номера, то есть с которого звонит клиент и на который звонит клиент. Эта опция уже должна быть доступна вот в карточке клиента, о которой всплывает СРМ. Эта информация должна быть видна. Мы проверим, но эта опция должна быть доступна. Спасибо, Тимофей, спасибо, Катя. Как можно увидеть, да, этому уже только что это был повтор. Так, если арендовать номер у Битрикса, то это возможно, Тимофей дополняет. Конечно, арендовать номер вы можете, то есть, опять же, зайти в настройки телефонии и выбрать страну, регион и номер. Да, но, кстати, сказать, что номер-то вы арендуете не у Битрикса, а у нашего оператора, с которым мы работаем. Интеграция с IP-телефонией, какие у нас варианты возможны? Облачные, либо локальные. То есть, вы можете подключить любую АТС в Битрикс24. Если возникают какие-то сложности, вы всегда можете обратиться в техподдержку. Мы стараемся помочь, настроить. Также на форуме следите за сообщениями. Там очень часто коллеги публикуют именно подробные инструкции. А скажите, для иностранных номеров тоже есть привязка? Спрашивает нас Николай. Конечно, вы можете выбрать номер не обязательно российский. Вы можете выбрать любую страну, если я так понимаю об этом. Да. То есть, у нас в настройках телефонии. Николай, если мы вас правильно поняли, то мы, надеюсь, правильно отвечаем на ваш вопрос. Да, то здесь нет такого обраничения, что если вы работаете в России, то только российский номер. Вы можете выбрать США, также выбрать тип номера. Хорошо, да. Николай говорит, что мы ответили на его вопрос. Рады, Николай. Спасибо вам за вопрос. Можно ли отслеживать количество звонков, спрашивает нас Настя? У нас есть статистика по звонкам. Вот у нас есть телефония, такая страничка баланс и статистика. Здесь вот есть детализация звонков, где вы можете видеть все звонки, которые у вас были и входящие, и исходящие. В последующем планируем более детальные отчеты, именно аналитические. А вот спрашивают, как происходит привязка к португальским номерам. Есть ли она у нас сейчас? Я вот просмотрел. По-моему, у нас сейчас нет португальских номеров, да? Честно говоря, не помню. В США, Великобритании есть? Давай проверим, чтобы уже убедиться. Так, арендовать номер. Отключить. Ну, Португалии у нас пока что нет, коллеги. Если прямо вот вам потребуется, мы позже скажем, где вы нам можете сообщить, то мы постараемся это добавить. Следующий вопрос. Как можно звонить друг другу, сотрудникам между собой? Константин, мы рекомендуем вам использовать наши видеочаты, да. Внутренние звонки. Внутренние звонки. Они бесплатно, вы можете позвонить как и голосом, так и через видеозвонок. Поэтому не тратьте деньги компании, звоните с помощью видеочатов. Здесь подключение телефонии абсолютно не нужно. Так, что дальше? Возможно ли использовать СИП-телефон вместо гарнитуры для компьютера, для принятия звонка? Очень часто у нас спрашивают об этом. Скажу по секрету, вообще да, планируем. Планируем сделать возможность, чтобы можно было подключить телефонный аппарат. Ну, то есть планируем. А когда примерно? В следующий год. Хорошо. Когда телефония будет доступна для коробочной версии? Телефония уже в полном объеме доступна для коробочной версии. Единственное, что сразу рекомендую, это обратить внимание на учебный курс по телефонии именно для коробки. Так как там требуется побольше настроек, чем в Bittrex 24. Нужна связь с интернетом и очень много деталей. Но в полном объеме телефония уже доступна в коробке. Спасибо, Катя. Еще нас Борис спрашивает. Очень нужны настройки длительности звонка. В рабочее время с переключением народных менеджеров и в нерабочее время с минимальной длительностью и включением автоответчика. Может быть как раз таки количество гудков для переадресации между сотрудниками позволит вам регулировать длительность. Минимально у нас есть три гудка. Если нужно побольше, то есть дать возможность первому менеджеру дать ему больше времени для ответа, вы можете поставить большее количество гудков. Тогда только после пяти гудков будет переадресация. Ух, наш сегодня активный слушатель Тимофей спрашивает еще. Не хватает ему количества номеров. То есть их можно арендовать сейчас пять, а нужно 24. Ух, как много. Да, ну можно будет сделать? Почему у нас такое ограничение? Я так думаю, что количество номеров, вы имеете в виду, что их в списке только пять доступно. Уточните, пожалуйста, Тимофей. Да, да, доступно в списке. Создайте, пожалуйста, обращение в техническую поддержку. Я думаю, что мы свяжемся с нашими операторами. И увеличение именно количества номеров, оно возможно. Да, у нас пока что такого запроса, если не ошибаюсь, не было. Не было, не было пока, да. Вы, судя по всему, первый. А переадресацию с телефона в Bittrex на свой мобильник можно настроить? Это как раз вот можно настроить, то есть когда вы не можете ответить на телефон в Bittrex 24, вы можете его перенаправить. Например, если это был пропущенный, перенаправить на телефон сотрудника. Хорошо. Так, вот Борис уточняет, что хочет иметь возможность один раз настроить на один и тот же номер два разных режима обработки вызова. Борис, сейчас такой возможности у нас нет. Ну, если честно, пока что мы такое не планируем делать, да, Катя? Но мы будем отслеживать вообще активность по данному вопросу. Да, Борис, на самом деле вы можете связаться со мной в нетворке, например. Да, вы нас найдете, в нетворке, пожалуйста, заходите, наши контакты все доступны в сети. Да, Екатерина Шелевкова, по поводу телефонии я буду рада обсудить с вами сценарий. Так, Тимофей, Тимофей, Тимофей нас снова спрашивает, может ли менеджер отправлять смс с веб-формы? Нет, сейчас у нас такой возможности, Тимофей, нет. Нет, возможно, опять-таки вам поможет какое-то решение нашего партнера, пожалуйста, отслеживайте. Да, потому что на самом деле, мне кажется, там даже есть уже какое-то решение именно по отправке смс. О, Константин нас спрашивает, можно ли менять цветовые гаммы на портале? Константин, нет, такой возможности сейчас у нас нет, нас спрашивали, но мы поняли, что это будет очень сложно поддерживать, поэтому мы не предлагаем такой возможности сейчас. У нас есть только один дизайн, возможно, когда-нибудь в будущем мы найдем простое дешевое решение, так, чтобы вы были довольны и не встречались с косяками там различных цветов, форм, поэтому мы пока что это не поддерживаем. Что такое Bitrix24 Network? Некто один-один нас просит рассказать. Что такое, Катя? Bitrix24 Network – это новый сервис для внешних коммуникаций, то есть у нас есть коммуникации внутри компании, когда вы общаетесь с сотрудниками, есть телефонии для звонков внешних, но Bitrix24 Network дает вам возможность общаться с внешними сотрудниками, то есть, например, обсудить там с юристом какой-то вопрос, если вашей компании его нет, ваша компания небольшая. Для того, чтобы не тянуть юриста в ваш Bitrix24, вы можете пригласить его в Network, там зарегистрироваться очень просто, можно войти через соцсеть, не придумывая всякие пароли, e-mail и общаться там. Там также доступны видеозвонки, аудиозвонки, групповые чаты. То есть это такой сервис для коммуникаций. Да, то есть мы как раз-таки предлагаем вам туда войти, зарегистрироваться. Мы там все сотрудники Bitrix находимся. Есть. Вы можете нас найти по именам, по фамилиям и добавить нас к себе. Мы будем дружить, общаться, встречаться и так далее. Так, еще нас Павел спрашивает, переадресация при звонке на номера в Bitrix и на белорусские номера возможно или только по России? На самом деле я даже затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я уточню. Да, Павел, пожалуйста, если вам это очень интересно, либо, пожалуйста, напишите в техподдержку, либо вот Катя опять-таки в Network. Найти меня там можно, Екатерина Шибенкова. Да, еще вопрос от Евгения, но уже по CRM. Есть ли возможность редактировать форму для печати в коммерческих предложениях? Да, есть такая настройка. Ну, как бы саму форму, да, то есть такой вопрос на самом деле очень объемный, что вы имеете в виду под формой. То есть я подозреваю, что то, что идет, то есть на принтер, то есть то, что распечатывается, да? Да, добавить туда свои поля у нас можно. Поменять значение в коммерческом предложении, да, там есть такие два поля, где вы можете выбрать своих полей, что туда хотите. Но вот именно гибко управлять, то есть где будет блок с реквизитами, где будет логотип, пока такой возможности нет, но мы занимаемся этим вопросом. Да, хорошо. Давай уже, наверное, двинемся дальше. У нас осталось совсем немножечко времени. Мы сейчас расскажем совсем чуть-чуть про пульс компании. Этот инструмент, что это за инструмент? Вот он находится здесь. Как вы можете в него попасть? Для чего мы его придумали? Мы придумали его для того, чтобы вы как руководитель, либо внедренец в Bittrex24 могли отслеживать интенсивность использования ваших инструментов на вашем портале, либо так называемую вовлеченность. Да. То есть, ну, как это происходило у нас? Сергей Рыжиков говорит, ребята, с сегодняшнего дня мы используем, мы отказываемся от Dropbox, отказываемся от Яндекса, и все начинаем использовать только наш диск. Он заходил ежедневно в пульс компании на вкладку «Диск». И, ну, в данном случае у нас, вот, к примеру, здесь мы этот тест и портал, да, здесь у нас активность нулевая. И смотрел, кто у нас использует наш диск, а кто его не использует. Ну, вот здесь также выводился топ сотрудников, да, по… Самых активных, самых увлеченных. Самых активных, самых увлеченных. А потом, если нет, он нам делал еще раз вот такое вот уведомление. Прямо отсюда у нас есть возможность сделать такое уведомление. Заготовленный текст. Выбирал здесь сотрудников, которые его не используют, и отправлял нам такое сообщение. Мы его получали, ну, и со временем мы все перешли на… Наш Bittrex 24 диск. На наш Bittrex 24 диск, потому что считаем, что он совсем замечательный и хороший. Поэтому пульс компании. Пожалуйста, коллеги, используйте, рекомендуйте. Здесь также вводится топ сотрудников по использованию, скажем, чата. Сам же Сергей Рыжиков смотрит, кто у нас в топах. Кто у нас больше… Интересные показатели. Да-да-да, кто у нас много, слишком много общается по рабочим или нерабочим вопросам. Да, это наш пульс компании. Еще один пунктик, про который мы бы хотели рассказать, совсем кратенько, это мобильность. У нас есть мобильное приложение для… У нас есть какое-то видео, да, Катя? Или нет? По мобильным приложениям? Да, у нас есть видео. То есть для чего? Если сотрудника нет на месте, если ваш сотрудник, скажем, постоянно в разъездах, либо это менеджер по продажам, который часто общается с клиентами, мы специально разработали для этого мобильные приложения для айфона и для андроида. У нас есть небольшое видео, да, которое нам показывает, как можно с ним работать. Здесь скорее рассказывают про звонок, который приходит от клиента. А, это у нас телефония, что ли? Да, и мы видим это звонок в ТРМ с записи у этого телефонного разговора. Ну, хорошо, давай заодно посмотрим это. Коллеги, но касательно мобильного приложения, вы можете скачать наше мобильное приложение в сторах, то есть в Apple Store просто ищите Bittrex 24. Так, ну давай, наверное, это все-таки основное, раз это не относится к нашему мобильному приложению. И легко его поставить, оно сразу же будет работать. Большая часть функционала у нас доступна. Да, то есть основная часть функционала, опять же, которая требуется, в основном, для коммуникации, она доступна. Доступна ТРМ практически в полном объеме. Вы можете выставлять счета, планировать дела, встречи, звонки. Доступен диск, и совсем скоро выйдет новая версия приложения, которую представляли на презентации, где будет представлена новая концепция бизнес-чата и новая концепция работы с живой лентой. Так, ну, наверное, давай уже тогда будем завершать наш с тобой вебинар. Время уже много, коллеги, я подозреваю, что утомились. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Кстати, у нас есть ровно 14 минут, мы дальше пока что пойдем по презентации. У нас есть учебный курс по Bittrex24. Давайте я покажу, как быстро в него перейти. Вы можете в него перейти на свой портал. Вот у вас есть такой знак вопроса рядом с профилем. Нажимаете. И в зависимости, да, здесь вам будет предложено какое-то такое базовое видео, и есть у нас ссылка на учебный курс. В зависимости от того, где вы находитесь, в ЦРМ, либо в диске, либо в живой ленте, вас перенаправит автоматически на этот раздел. Ну, в данном случае у нас вот структура страниц портала. Здесь у нас есть, что у нас здесь есть? Много статей. Да, на самом деле здесь все инструменты, абсолютно все, что есть в Bittrex24. Лично мне очень нравится здесь раздел бизнес-процессы. Здесь указаны различные примеры использования бизнес-процессов, какие-то формы, вычисляемые функции и так далее. Ну, ЦРМ и так далее. Так, да, учебный курс. Что еще у нас? Про что мы еще не рассказали? Ну, конечно же, про цены. Сейчас у нас действует акция. Новогодняя антикризисная акция. Коллеги, вы можете приобрести тарифы команда и компания со скидкой. Вы видите, это у вас указано на экранах сейчас. Акция действует у нас с 1 декабря по 12 января 2015 года. Коллеги, успеете закупиться, скоро акции не будет. Сейчас у нас есть вопрос к вам. Коллеги, пожалуйста, если вам был полезен наш вебинар, хоть как-то, пожалуйста, во вкладку «Questions» поставьте плюсики, смайлики, либо какое-то доброе слово. Если полезен не был, то тоже, пожалуйста, дайте нам знать. Дайте нам, пожалуйста, какую-то обратную связь. Возможно, мы можем улучшить наши вебинары еще лучше, сделать вам их более полезными для вас. Там, не знаю, добавить еще больше шуток, там, не знаю, камер, принимать телефонные звонки. Коллеги, пожалуйста, дайте нам знать. Мы постараемся это улучшить. Да, как я обещал, расскажу про сайт «Идеи». Что это такое? Я вижу, что у вас очень много идей появилось. И вот сейчас по вопросам, да, есть, вот, да, говорят спасибо. Пожалуйста, коллеги, пожалуйста, заходите на сайт «Идеи». Оставляйте, пожалуйста, свои идеи по любым нашим продуктам. Битрикс управления сайтом, Битрикс24 в коробке, либо в облаке. Мы каждый день, Катя, Юра Волошин, либо я, либо другие разработчики просматривают каждую идею. Коллеги, это правда. Мы тратим на это время, специально выделили наше рабочее время на то, чтобы просматривать сайт «Идеи». По каждой идее мы даем обратную связь. Что мы будем с ней делать? Либо мы ее откладываем, либо мы ее принимаем в работу, либо она уже разработана. Мы пишем комментарии, мы общаемся с вами. Вы нам помогаете делать продукт еще лучше. Пожалуйста, заходите. Мы будем принимать во внимание все ваши идеи. Следующий вебинар у нас будет 24 декабря. Да, 24 декабря. Будет он называться у нас, как вы видите, «Работа с клиентами в Битрикс24. ЦРМ плюс виртуальная АТС». Я подозреваю, что это будет интересный вебинар, где мы будем рассказывать более подробно возможности нашей ЦРМ и нашей телефонии. Там можно будет задать еще больше вопросов. Пожалуйста, коллеги, приходите, подключайте своих коллег. Ну, у нас на этом все. Давайте поставим последний слайд. Коллеги, большое спасибо, что вы были с нами. Заходите на следующий вебинар. Хорошей вам недели, хорошего вам дня. Всего доброго. Любим, обнимаем.